Слово предоставляется Александру Сергеевичу Козёнову, доктору философских наук, профессору Красного университета. Значит, три года назад здесь же я делал доклад о мировоззрении марксизма и считал задачу эту очень простой, такой просветительской, что вроде эту тему мы как-то не затрагивали, не изучали, а всю работу в Красном университете ориентировали всё-таки на целостный марксизм. И преподавали его в трёх частях – философия, политэкономия и научный социализм. И всё было довольно прекрасно. Я был специалистом, доктор философских наук. Всё было ясно и понятно. И с советских времён, помню и можете проверить, каждый советский учебник по философии марксизма-линизма в предисловии там указывал, что мировоззрением марксизма-линизма является марксизм-линизма. Это философия. Ну и философия – философия. Но когда я столкнулся с преподаванием и, значит, вот с темой на докладе два или три года назад, значит, углубился в эту тему, обратил внимание, что когда Ленин говорит о трёх составных частях марксизма, он имеет в виду социальную теорию марксизма. И там не прямо указано, но понятно, что речь идёт о социальной теории. И без Ленина понятно, что политэкономия и социализм, то есть научный социализм, политическая теория марксизма – это части социального учения марксизма. Никаких проблем тоже нет. Спрашивается, в чём дело. Причём особенно это противоречие такое бьёт в глаза, если это сравнить с мыслью Энгельса в антидюринге, тоже где там в начале 20-го тома, если кто почитает, Энгельс говорит о том, что осталось от философии, от старых. И указывает, что остались формальная логика и диалектика. Следовательно, если обратите, да. А всё остальное уходит в естественные науки, то есть и учения о природе, и социальные учения, учения об обществе. Здесь работу Ленин пишет в 13-м году перед войной. Почему в 13-м году? Потому что это было 30-летие со дня смерти Маркса. Тогда его отмечали, причём довольно широко, надо сказать, во всём мире и в России. И в это же время, значит, один из словарей «Гранат» заказывает Ленину, как специалисту по Марсу, недавно написавшему три источника и три составной части, статью специально о Марксе и марктизме. И Ленин её тоже написал. И вот если там в этой статье, в самой статье, если её читать, то он исходит из трёх составных частей марксизма. Но там, значит, в конце, в примечаниях приводится план этой статьи. А план – это статья о мировоззрении марксизма. Не только о социальном учении, стало быть, он здесь думает, а о мировоззрении в целом. И сам у него, он даёт себе задачу, значит, что надо бы вспомнить естествознание XIX века и естествознание уже XX века. Ну и разные обстоятельства привели к войне. Много дел там по политике, по осмыслению обстановки, крах второго интернационала. Много там было задач. Поэтому Ленин даже пытался отказаться сначала, но всё-таки не согласились с его отказом. И он доделал эту работу. Революционную часть там о стратегии и тактике рабочего класса редакции выкинул, не опубликовал. Потом её Ленин отдельно опубликовал. В отдельной своей уже брошюре в 1918 году. Значит, и стало быть, вот в такой диспозиции и осталось осмысление мировоззрения у Ленина. И, значит, до меня дошло, что он работал над этой частью, над философией естествознания, или над философскими проблемами естествознания, или над вписанием естествознания в мировоззрение марксизма. В какой форме? В форме работы над рукописью Энгельса «Диалектика природы», которая была опубликована после смерти его сразу же в 1925 году. То есть, вот когда оно было завершено, когда опубликовали, завершено формирование изложения марксизмов как целого, когда была изложена и вот эта «Диалектика природы». То есть, ну, грубо говоря, поскольку эта рукопись осталась недоработанная, значит, мировоззрение марксизма в целом. Поэтому мировоззрение в целом, оно состоит действительно из трёх частей. Ну, из этих, а из каких? Из философии равно «Диалектика» или «Методология» можно шире сказать, или «Теория познания». Он говорит, Ленин в конспекте «Науке и логике» говорит, не надо трёх слов. «Диалектика», «Логика», «Теория познания». Учение, социальное учение марксизма, политэкономия и научный социализм. И есть учение о природе или естественно-научная картина мира, как в советское время преподавали. Была такая дисциплина, естественно-научная картина мира. То есть, вообще мировоззрение состоит из трёх частей. Методология, социальная картина мира, естественно-научная картина мира, то есть, учение о природе, вот этой вне человека, взятое без общества. Хотя общество вписано в природу, и в этом смысле общество – часть природы. Поэтому здесь возникает много сразу проблем и вопросов. И главное пока вот для меня, что нам мировоззрение фактически подменили. Что сделали вот эти вот идеологи Хрущёва? Они свели мировоззрение к философии. И говорят, философия – это и есть мировоззрение Марселия. Таким образом и политэкономию куда-то отодвинули, и научный социализм, читай, или коммунизм, как это называлось в Советском Союзе, отодвинули. И естественно-научную картину мира. То есть, естественно, научные картины – это там какие-то, значит, учёные занимаются, а мы – философы, мы вот тут занимаемся какими-то общими проблемами. И опять философия. Энгельс и Ленин подтвердили, что от философии осталась только методология, диалектика, диалектическая логика. А эти нам опять навязали философию, причём свою извращённую буржуазную, и я её преподавал, не понимая, что происходит тогда. И теперь только понимая, что это был, значит, идейный переворот буржуазный. Поэтому с него, это, значит, учебник они издали этот в конце 50-х, в начале 60-х годов. Тут же они готовились к съезду, на котором меняли партийную программу. И в этой партийной программе, конечно, диктатура буржуаза вроде уже и не нужна была. Значит, нашли какого-то мерзавца с Украины, приехавшего, значит, аспиранта в Москву, Бурлацкого. И партийный этот идеолог, один из основных, Кусинин, финский коммунист. Вот, Егор, проблема для истории. Значит, который нашёл этого Бурлацкого и говорит ему, что вот вы же согласны, что вот демократизация нужна. Вот и напишите эту статью, что, мол, ну всё-таки про диктатуру буржуаза она уже устарела. А нам нужна демократия. И они это записали в демократии. Я долго искал, кто же автор этого гениального открытия общенародного государства. Это, если это открытие, признанное у вас в программе и в учебниках, это надо давать премию Ленинскую государственную. Но это прошло тихо, почему-то, что это протаскивалось. Разослали членам ЦК писульку, это что вот надо-то сосменить. Остались воспоминания Афурцевой я только нашёл. Вот тут тоже для вас работа. Екатерина Александровна, моя землячка с Вышнего Лачка, соседка, на соседней улице жила, получила эту писульку и звонит этому Кусинину. Говорит, ну как же так, Отто Вильгельмович, мы же вот знаем, что диктатура пролетариата. Он ей так это интеллигентно, авторитетно, он же работал в Коминтерне. Значит, ну это уже устарело, мы теперь уже вот коммунин тут строим, понимаешь. И у неё не хватило воли. Почему не хватило воли? Потому что твёрдых убеждений в диалектике, в логике, в теории диктатуры пролетариата у неё не было. Ну действительно, что взять со слабой женщиной, да? Раз мужики сломались, ну что ж она одна-то будет выступать против? Трудно ожидать этого женщины, хотя мы знаем, что бывают женщины, железные леди. Так что вопрос о мировоззрении, оказывается, он очень непростой. Хотя вот вначале мне казалось, что дежурная такая тема. Марсизм-линизм, марсизм-линизм, философия – это мировоззрение марсизма. Хотя это видно уже по названию или из названий марсизм-линизма. И сегодня я прозвучала. Марсизм-линизм – это, значит, учение. Марсизм-линизм – это учение. Или кое-кто говорит, марсизм-линизм – это теория. Ну да, теория. Или, Энгельс пишет, марсизм-линизм – миропонимание Маркса. Не мировоззрение Марса, а миропонимание Марса. Или Ленин в тринадцатом году чаще всего говорит, миросозерцание Марса. Миросозерцание – это вообще субъективная форма. Созерцание – субъективная форма зрения. Так что на самом-то деле, значит, созерцание, понимание, теория или учение? Учение использует Ленин в трёх составных частях марсизма. Значит, поэтому в этих даже понятиях надо разобраться. Я, наконец, разобрался в статье. И в прошлых статьях писал на эту тему, и в этой статье пишу на эту тему. Так что, вот мне кажется, что наша конференция, она, с одной стороны, занимается углублением марсизма-линизм, как в теории мироззрения. С другой стороны, мы занимаемся критикой, самокритикой партии. Вот это КПСС не сделала. Мы за неё это сейчас сделаем. И только вот эта самокритика и поможет нам двигаться вперёд. Поэтому ничего не сделано, Егор. Ещё только надо делать. Ещё уйма работает. И конкретно историческо-исследовательский, что там Кусин делал, почему он к этой мысли пришёл, почему он её проталкил, это предательство. Он, может быть, враг народа скрыт. Он, может быть, организовывал как раз там, значит, убирание, кого не надо, ему. Потому что до такого дойти, я говорю, это вот, ну враг только может. Я о Кусине говорю. Вот, Викторий Мавич. Показалось Кучине. Да, да. Извините. Вот, так что, дорогие товарищи, мне кажется, что наша конференция во всех докладах ставит очень живые практические проблемы, очень живые, значит, проблемы теоретические. И вот эту вот критическую и в то же время созидательную, одновременно созидательную вот эту линию на разработку совремённого марксизма нам нужно продолжать. Почему? Потому что вот известный журналист, такой интересный, энергичный, симпатичный, Сёмин. Много хороших у него материалов заявляет нам по телевизору и гражданам. Ну, нету теоретиков марксизма. Ну, как-то нету теоретиков марксизма. Что это значит? Это значит, в голове у него нету понимания, что такое теоретик марксизма. Чем занимаются теоретики марксизма. Ему мыслятся, что нужен какой-то новый Маркс. Новых Марксов не будет. Мировоззрение уже есть. И это мировоззрение надолго. И оно не случайное. Целостное мировоззрение, идеалистическое, правда, выработал в новое время Гегель. Вот если, скажем, взять его систему философии, она и мировоззрение. Почему? Потому что у него как раз и есть третья часть. Логика, наука, логики, учение о природе, философия природы, второй том. И третий – учение о духе, то есть об обществе. Но он многих вещей не знал и не понимал. Хотя, скажем, удивительно, что он вовремя в то время правильно и глубоко оценил экономическую теорию Адама Смита. Значит, и вот это всё развитие науки с Гегеля, оно как раз и было развитием мировоззрения. То есть Гегель поставил вот эту задачу, показал вот этот объём. И Маркс с Энгельсом, а потом и Ленин, они завершили вот это движение, вот этот переход к цивилизованному, к научному, нерелигиозному мировоззрению. Поэтому на сей день мировоззрений два. Светское, высшее, марсистско-ленинское и религиозное. Никаких других мировоззрений нету просто сейчас. Вы мне не можете назвать какую-нибудь идеологию, какой-нибудь человека, какую-нибудь теорию, которая бы представила нам целостные мировоззрения. В религии, да, у них там, да, у меня традиция, все проблемы разработаны, значит, всё хорошо. А у нас, поскольку у нас наука, у нас они и разработаны есть, и в то же время есть над всем работать. Поэтому будем работать и дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ